приветствую вас друзья продолжаем прохождение сабнатики и так мы в прошлой серии построили базу в каких-то пещерах подводных давайте посмотрим что я там сделал итак садят ты штука кислотная да лучше не ссуваться это для моделька припарковали здесь камеры все здесь итак поставил 2 за заряда энергии чек одну энергия чек успелил с циклопа и перетащил сюда потому что на бессмысленно там давайте заберем здесь все они нам пригодятся надо разгрузиться кстати вот фигню кристалл на 100 рано убрать так забираем энергия чайку кстати нам надо как-то так ну да и нет высадить парочку ну ладно посадим так все так у нас это ячейка заряжена да на 500 и что мы здесь будем делать да кстати я поставил 2 2 энергоустановки вы заметили наверное здесь уже все у нас выросло я перед все на по пересаживал можно в принципе этих тоже высадить на вот посмотрим вот две энергоустановки да удобная штука на и часто пользоваться если есть какая-нибудь тепловая структура излучающая тепло так ну что у нас мотыль прокачан я думаю мы сейчас в этой серии поплывем по всем пещерам по изучаем их то убери ты эту штуку глайдер а еще кианит начали насчет кианита здесь его нет да кристаллическая серы есть все есть горячая зона тоже так никелевая руда есть но она в больших кусках и я и не могу утащить нужен краб но здесь почему-таки они то нет но да кстати тут куча камер теперь надо понять где какая камера о потому что стопудов к первым ко вторым к третьим четвертым камерам мы не подключимся такая кристаллическая сервана нужна нам не помню для чего но она нужна такие вот более плотные вещество здесь на дне вот она это никель по-моему да нужен краб чтобы дробить их я два куска здесь увидел и все и на четке они там поплыли там эта штука плавает опасно давайте уйдем отсюда ну и нафиг вот смотрите так это фигня ну и нафиг где-то вот он тут много интересного вот он кианит нужен краб слишком большой кусок огромный кусок это же он ну да похож на кианит на такой голубой кристалл так здесь у нас лавовый биом и он куда-то туда распространится кстати вот еще кианит где-то еще видел кусок на вот он но это далековато так это что у нас это или золото или никель кстати может быть хотя нет медь скорее всего нет золота так кристалл есть и так эти штуки опасны все погнали отсюда так это фигня жилище аварийные стоит наверно он на удаленных нападает на эти штуки смотреть так это что у нас это титан по моему я даже не знаю похоже на титан все берем мотылька сваливаем ну вот он вот третий появился титан то есть что 3 появилась кусок известняка что ли серебряная руда даже есть ну ладно все наедаемся с этим нас проблемка у нас нет воды мне не взял в воду так энергоячейка есть и ионная батарея есть принципе фонарик фонарик нужная вещь ладно пусть пока так посмотрим на сколько нас хватит последим кстати не батончика нет нам батончик взять сколько воды копил копил да на базе не не взял с собой замечательно так батончик да здесь есть здесь нет не съедобно у нас просто даже батончиков нет все берем быстро быстро тратится уходим конечно циклопин можно было бы сгонять но опасненько не хотелось бы его потерять отправляемся дыньки пойдут в первую очередь итак надеюсь глубины нашего мотылька хватит кстати на мотыльке можно в эту зеленую дамыш защищены как бы вот она никелевая руда мой счет этом клубы зеленые кита много посмотрим вот там смотрите куда можно опускаться да переключаемся на защиту это за на за нами все это штука все отсохло итак переключаемся снова на радар так это что это похоже на медь и куски здоровые слушайте крабешника надо срочно делать отлично давайте изучим этот пещерный биом купа что это нифига тут он она упала разрушена ничего себе куб похоже что это инопланетное сооружение рухнуло на дно так я слышу здесь опасные штуки смотри к нас так здесь смотрите вход обнаруженные планетная передача языковой анализ завершен осторожно внутри содержится опасные материалы и формы жизни слушайте сейчас давайте вокруг сплавы и может что-то интересное узнаем или найдем прикольно так здесь здесь не зайти смотрите-ка здесь можно зайти нет нет это просто другая сторона тут скелетон валяются это что за кусок свинец скорее всего привет пока свалил так здесь входа нет больше придется туда мышь вокруг щеня обогнули его мало ли все больше здесь ничего нет я думаю сейчас интересного много найдем тут а потом отправимся вон туда там есть какой-то вход проход дальше все погнали кстати чего у нас там ну когда вот еда в ноль уйдет а сколько у нас 86 до одно можно съесть и он и клуб есть отлично местные флора он тут грызть хребеточник местные формы жизни животный мир стоп 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 только что же я нашел море о появился они тоже не появился да и фикс не так и он и клуб так смотрим дальше мешком на перегородке в этой секции значительно усиленная указывая на то что проектировщики хотели либо не допустить что-то внутрь либо удержать это внутри какими бы не были их намерение им явно не удалось это да так еще и он и клуб замечательно что здесь надо а у меня его нет у меня его нет я его не взял придется возвращаться как говорится сейчас вернемся зато похором кстати стоять давайте здесь исследуем все да потом уже продолжим данные есть что за звуки а ион и куб доберись ты уже так тут много всего изучать надо бы починить мотыль давайте осматриваться виды скатов на 4546b различные виды скатов населяющие 4546b приспособились к различным условиям окружающей среды образцы на 99 и 9 процентов генетически схожи с теми что встречается на планете по сей день что означает что скаты в частности претерпели мало эволюционных мутаций за последние тысячелетия призрачные алые трусоватые и медуза скаты вероятно имеют общего эволюционного предка альфа скат должен был эволюционировать в глубоких океанических впадинах быстро развиваясь в соответствии с имеющимися запасами пищи по размеру и внешнему виду он больше должен был похож на призрачного ската с полупрозрачной кожей для маскировки и передними расположения глаз для охоты быстрый и грозный охотник среди мелких существ в темноте пока некоторые скаты оставались в пределах пещерных систем где они сначала эволюционировали другие относительно недавно приспособившиеся к новым условиям окружающей среды по всей видимости стали результатом перенаселения все скаты на 45 46b отказались от хищничества в пользу травоядного образа а ядовитую плоть используют как средство защиты так ясно есть еще яйцо какое-то никаких целей не ясно так интересно что все так кстати давайте поменяем наверное фонарик на всякий случай сюда поставим строительный час вообще не нужен будет так здесь есть данные давайте на мотыли лучше так ух ты сейчас секунду биологические останки свидетельствуют что коренные формы жизни доставлялись сюда и подвергались интенсивному изучению и тут нам что изучать слушать это лаборатория корочку а это вот эти которые телепортируют сейчас посмотрим и там данные есть сейчас это полностью разобрали по запчастям вот этого который телепортирует всех смотает блин там какая-то рыбина огромная лежит сейчас посмотрим так здесь и не проплыву да нет проплыл офигеть она отсюда точно не могла вырваться большой аквариум кстати здесь дыра а нет просто обшивка порвана останки исследуемого образца останки скелета огромного хищника размещенного внутри искусственной среды обитания первое среда обитания окружающая среда созданная для размещения образца предполагает что его содержали живем в изоляторе для исследовательских целей течение месяцев или даже лет органические вещества указывают на то что когда-то аквариум содержал разнообразную растительность хотя с тех пор она сгнила когда комплекс обрушился данная особи либо была брошена умирать либо погибла сразу второе эволюция хотя скелеты разделяет некоторые черты с кусака и песчаной акулой в том числе необычные парные глазницы но этот окаменелый образец значительно больше имеет необычные предплечье которые редко можно увидеть у водных видов этот вид вероятно вымер за прошедшие тысячелетия а его эволюционные потомки изменились практически до неузнаваемость так интересно здесь ничего нет так там данные насчет дыньки и даем читаем потом по той лаборкой по той лаборатории что еще а это тут ионный куб вылазит это сейчас наверно про эту штуку сейчас расскажет нам смотрим это отчет о повреждениях пределах периметра комплекса обнаружен левиафан приближающийся с высокой скоростью внешний якорный канат получил мощный удар внешняя якорная система потеряла устойчивость комплекс тонет столкновение с морским дном обнаружены пробоины в блоке 7 яйца левиафана изолятора нарушена структурная целостность запущен протокол немедленного уничтожения особей уничтожено 314 особей одна особь пропала без вести эвакуация персонала в святилище запущен протокол планетарного карантина предупреждение зараженные особи не могут покинуть планету из-за этой одной особи и поставили пушку эту никого не пускает не впускает вот еще здесь произошло погнали дальше и так здесь есть еще данные давайте почитаем загружаются данные касательно бактерий внимание обнаружены нетипичные колебания в белках плазмы крови настоятельно рекомендуется провести самосканирование выходим самосканирование завершено бактериальная инфекция распространилась на кожу и легочную систему медицинский отчет загружен в базу данных необходимо найти способ реализовать инфекцию замечательно просто начать отчеты заражения бактерий вы были заражены ранее неизвестные водные бактерии в настоящее время она размножается в вашей кровеносной системе предполагаемый инкубационный период две недели настоящее время ваша иммунная система борется с инфекцией но неэффективно вы уже можете испытывать гиппо подобные симптомы и раздражение кожи предположительно что они обострятся по мере того как бы бактерия будет брать вверх ваша первоочередная задача ослабление и ликвидации инфекции рекомендуемые действия собрать дополнительные инопланетные исследовательские данные по возможной вакцине изучить механизмы которые позволили коренной экосистеме чего подавить симптомы инфекции до подавить симптомы инфекции насчет две недели все это мало на изучение тут всего так часть тела стража органические части тел в витринах содержит днк десятков различных организмов в основном не с этой планеты они находятся на разных этапах аугментации с применением передовых технологий существование данной производственной линии предполагает что данные телепортирующиеся изделия строились обслуживались и вводились в строй инопланетянами создавшими данный комплекс так вот еще что что а это вот траж целая платформа сканется карантинная охранная телепорт единица данная форма жизни несет признаки глубокой генетической модификации а также обширных механических трансплантаций пищеварительная и легочная система были изменены на встроенную батарею получающую энергию непосредственно от главной сети и распределяющие по всему телу под кожу была имплантирована миниатюрная технология фазового скачка который управляется центральной нервной системой позволяя изделию телепортироваться по желанию головной мозг и центральная нервная система усилены цифровым имплантами обеспечивающая высокую числительную мощность и дистанционную связь оценка программируемый охотник-убийца избегать как странно ладно смотрим дальше ведь что такое на кусок от этого охранника когда это куски все его и итак здесь больше ничего нет мы все изучили что гудит вот гудит наверно так ладно смотрим он стоп-стоп-стоп-стоп производственная линия производственная линия частей стража так выходим далеко а нет недалеко больше ничего нет все уходим отсюда интересная лаборатория так здесь ничего там тоже ничего не было там выходя отсюда смотрите-ка здесь что то есть это просто аквариум был когда-то и так у нас нет скрижали фиолетовый она нам очень нужна час чтобы попасть вот сюда и так давайте чтобы не тянуть как говорится резину сейчас она у нас появится смотаюсь на заката не так наметнулись так по-быстрому за водичкой давайте разгрузим сразу это заберем водички побольше заберем и тут у нас есть вот эти сухарики а кстати можно и забрать в принципе аптечки почему бы нет так проверим сейчас что мы тут еще позабывали принципе ничего больше не надо возьмем а здесь не нужно все воду взяли все взяли это очищается хорошо тут аккумуляторы и думаю забрать нефигом тут делать так перекусим сразу на было ионные кубы выкинуть дорожку поселим ну что погнали у нас есть все погнали обратно я точно будут выключил все на вроде бы не так мы провели приплыли ко второй в базе посмотрим что у нас тут есть он включена да да включена выключен ты за нее тут все и кусок песчаника да кстати один лучший азер заберем или два пусть будет два да здесь в принципе все норм кстати говоря до красоты как говорится почему бы не да это как у нас берется большим куском тоже большим текст я бы забрал это все он кстати говоря чё зря здесь возим с собой да так вот эту штуку это это все тик 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 вот это можно выгрузить ребятника съесть кстати он съедобен в принципе выживаю выжили так что еще забираем я не помещается да и ладно хватит погнали да все отцепились так вот скелет что-то мы не сканили по моему скелет левиафана жнец маженицы плохо переносят высокотемпературные условия что свидетельствует о том что данное существо было принудительно загнано ниже в зону с активной лавой непреодолимыми для него обстоятельствами на костях имеются остатки мускульных тканей что говорит о том что он умер в течение недавних месяцев ожоги и другие физические повреждения костной структуры по-видимому стал добычей для чего-то большего причем хищник их несколько было значит гнал кто-то их итак сейчас разгрузимся вода у нас теперь есть нет нет парковаться да в принципе почему бы нет итак что у нас есть это нет у нас в этом он заряжается все правильно так у нас все занято у нас нет вообще места давайте разгрузим идти там тоже нас титана вообще мало аэрогель аптечку одну оставим так батареи у нас есть батареи в принципе все едовода есть как-то у нас все равно многовато да ну ладно можно титан забрать забрать искал так здесь больше ничего нет да возьмем титан еще сколько нам для горшка надо 2 как раз оживим обстановку итак давайте фонарик сразу поставлю забираем она в принципе на что батарея есть так дальше глайдер 90 здесь нет замечательно так здесь отлично и у нас еще резак нет сделаем по-другому вот так получше будет все а что у нас с аккумуляторами у нас ни одного нет парочку возьмем все теперь погнали возвращаемся как говорится туда где мы были у нас скрыжали есть итак прибыли никто там за нами не гнался все вставляем итак 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 данные по исследованию образца каталог информации об организмах ранее находившиеся в этом комплексе часть записи была переведена итак небольшое травоидная гамма эта запись по-видимому описывает обычного пескуна не проявляет иммунитета к инфекции смерть обычно наступает в течение четырех суток при воздействии фермента 42 наблюдается временное ослабление симптомов но они быстро возобновляются проявляет высокие способности к обучению проявляет некоторую способность передавать ферменты другим особям эмбрионы левиафана взрослая особь слишком велика для изучения в изоляции из мест гнездования получены образцы яиц эмбрионы не проявляет признаков иммунитета смерть обычно наступает в течение трех недель небольшое количество из было сохранено для будущих высокоприоритетных исследований механизмов эмбрионального развития левиафана большое плотоядное тетта для изучения останков создана местная лаборатория проявляет некоторый потенциал невосприимчивости к инфекции но физические останки оказались недостаточными для полного создания неизвестный левиафан особи левиафана было присвоено обозначение морской император образцы костей императора указывают на определенный потенциал иммунитета к хара одна особь была поймана для изучения в специальном построенном изоляционном комплексе находящимся вместе с высокой вулканической активностью на глубине 1,4 километра о это интересно это местоположение вот этого самого неизвестного левиафана а оценка несмотря на то что император вряд ли все еще находится в этом комплексе вполне вероятно что там удастся получить дополнительные данные касательно их наработок в производстве вакцины ах вот оно че вот где надо искать это глубже надо погружаться в лавовом том самом биоме ладно погнали дальше кстати надо починиться так это не то все отлично погнали дальше звучать еда есть вода есть смотрите там что-то светится а это ничего просто так столбы какие-то но еще одна креветка лежит скручиваем а это та самая штука наверное которая сбежала нет больше похоже а может и нет вот тут коралл есть пластинчатые а 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 сообщение сообщение интересно сканирование местность показывает что данный биом содержит необычную высокую концентрацию органических и окаменелых останков так вот что очень его на этом эти штуки надо разогнать отлично и этого тоже разогнать иди отсюда ты тоже можно сканить нет вы не станете ух ты шпион кто такой тот самый император и отсюда и яночка теперь все исполинская окаменелость отменевшие останки вымершего супер хищника сам его размер не позволил бы ему попасть внутрь такого замкнутого пространства что предполагает что география планеты со временем изменилась вокруг него истинный хищник высшего порядка возраст приблизительно 3 миллиона лет размеры грудной клетки предполагают что существо напоминало мурену расчеты показывают что это всего лишь передняя треть особи останки теперь поддерживают насыщенный жизнью микромир примечание имеется ряд точных уголок зазубрин на грудной клетке что предполагает взятие проб с особи кем-то еще в прошлом так интересно куда нам драпать нам туда может быть а там что там сверху фигня плавает да то самое так здесь есть чем поживиться кстати здесь очень много металла так это что у нас куда наверх так давайте сюда посмотрим что здесь по идее мы должны сейчас выйти к второму жилищу дегази вот эти штуки которые я хочу жахнуть жахнуть иди сюда у меня тоже хотел жахнуть итак здесь мы были изучали вот здесь лаборатория тоже была оранжевая скрижаль нужна но нам нужно нужен никель так здесь еще что-то а это просто я не знаю короче нужен краб никель как хорошо давайте здесь никель поищем может скрафтим оранжевую скрижаль может скрафтим оранжевую скрижаль так у нас два куска никеля надо три так вот еще отлично ну что такое есть еще и еще сколько у нас там места ой у нас есть место у нас есть место и сейчас еще одну лабораторию найдем нам нужна оранжевая скрижаль потому что если такая же лаборатория будет мы не пройдем и он их угол у нас нет да не нет да он и как раз да он и как раз базы жилище Ну да, мы уходим как бы. Все, возвращаемся. Далеко. Так, у нас вода есть, все есть. И это хорошо. Так, сейчас налево тогда пойдем. От той черепухи? Прямо корневища какие-то непонятные. А потом от той рыбины, которая там навалялась. Так, мы там были, сюда. Интересно, что здесь. Ага. Ну здесь серо. Здесь куча металла. Титан. Много титанов. Так, нам вот туда. Боится, смотрите-ка. Ладно, нам туда. Потом возвращаемся в сторону той рыбины. Давайте посмотрим, может еще нигель возьмем где-нибудь. Хоть хочет. А она что, к нам? Нет, не видно. Ой. Не выжилась. Она не огрызается. Здесь тоже базу можно было построить, да? У меня эта штука. Давайте ее сжахнем. Ну ладно, все. Нет, утекает. Убегает. Так, выходим. Где мы находимся вообще? Нам туда. Ага. Старые знакомые. Давайте жахнем. Привет. Пока. Что это? Просто ниша какая-то. Плывите к поверхности. Ну да. Сейчас. Так, это что? О, у нас это есть. Ну, смотрите, новые виды. Формы, растительность. Так, мы на поверхность выходим, точно. А, кажется, я знаю где мы. Здесь есть где-то капсула, если не ошибаюсь. Так, стоп. Это не здесь? А, вот. Да, выход. А, тут еще спуск. А, это еще что? Еще одна лаборатория, что ли? Дождите-ка. Тут знакомая местность. Нет, это другое место. Нет, то самое. Это сократили мы. Ну да. Здесь просто выход было. Все, здесь больше ничего нет. Тогда погнали обратно к той рыбине, на посередине лежащей. И от нее так же налево. Так, через большую башку надо плыть. Ну, сперва. Нет. 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 Так, нам направо. Так, это что? Нет. 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 так направо если пойти то там будет лабораторию затонувшие столбы должны где-то здесь стоять рыбака посередине у нас энергия ячейка есть принципе потом ее странная штука с руками за нечего заднюю часть их усилий так оно можно и тут, да? да, оно и туда можно, вот наверху нужно давать сначала сюда внутренний боку я уже дальше не смогу на мотеле нужен краб сколько этих кто-то призрачных скатов ну, тогда дальше можно что произошло? тут странная еда а может из-за глубины? куда-то туда показывает нам можно плыть блин, глубоко слишком да, дальше мы не можем это, скорее всего, главовый биом ведет точно ясно? нам как раз туда и надо там левиафан император итак там еще ответвление было давайте посмотрим, что это за дерево такое почему здесь так много скатов этих посередине прям яйцо какое-то огромное и даже не знаю что это гигантское дерево укрытие гигантское дерево укрытие огромное дерево встреченное в глубоком пещерном гроте единственное в своем роде из обнаруженных на планете дерево окружено скатами, поедающими его розовые внешние листья первая кора снаружи дерево покрывает крепкая быстрорастущая кора воемки на поверхности заселены крошечными организмами второе яйцо призрачного левиафана ветви обвились вокруг нескольких и вылупившихся яиц принадлежащие виду с обозначением призрачный левиафан это дерево по-видимому является древним местом гнездования яйца были отложены когда дерево было молодым и теперь ветви защищают их и растут вместе с ними пока те ожидают подходящих условий для вылупления офигеть а вот еще тут интересно сколько же ему лет это яйцо и сейчас налево погоним я тут много яйца глубинный кислотный гриб так здесь ничего интересно так краповой идеи должен более глубоко погружаться но его тоже прокачивать надо максимально так это наверх мы здесь еще не были а 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 на циклопе вряд ли можно пролезть титан скорее всего ё-моё тут большое а да тут на циклопе не пролезешь тут вообще можно заблудиться тут вообще можно заблудиться опять эта штука у меня крутится а он горзанула все таки это бы сейчас получится так она за нами так и гонится а уже нет так это что так это что я туда не пролезу там ничего нет так нам туда дальше так нам туда дальше точно выход да вот она это капсула мы здесь были погнали обратно погнали обратно и это это и это а это и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, вроде все Да Все изучили в принципе пещеры Здесь ничего и такого нет Даже много чего почитали Это быстро перемещаться Их здесь много Почему нет Гравитация слабенькая Возвращаемся Возвращаемся Бойся меня Бойся меня Так, нам налево, наверное Ну да Скорее всего Вон наш циклоп Субтитры делал DimaTorzok 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 Больше здесь не делать Или это откуда-то это принесло, как тебе? Да, через этот, через лабораторию, разрушенную. Придется возвращаться к вам и делать. На поверхность. Придется возвращаться к вам и делать. Да, здесь ресурсов много. Прямо большими кусками. Ой, ой, засмотрелся. О, наша база. Вижу уже. Так, с этими бороться, в принципе, можно. Быстро уплыва. Все, осталось. Да-да. Мы тут изучили, кстати. Много очень много всего было. Из-за воды даже сгоняли. давайте как раз у нас дымки здесь поместится до я думаю отлично так теперь ну-ка давайте посмотрим лишь ничего просто взял их убираем ставим так и сейчас и не увеличилась да а у смотрите куда увеличилась что у нас тут есть вообще вообще ничего прикиньте давайте фиксим серебряная руда вот нам надо туда ухю это где откуда далеко это внизу наверно вообще текстуры провалилась эта пещера так останавливаем что еще есть нет не интересно нам сложно так сразу определиться она сразу рядом будет она в этих кислотных ваннах вот здесь и самое интересное киа не то нет прикиньте может из-за того что мы его еще не просканили можно достать надо сканить скорее всего сканить надо ем и ну да этот здесь рядом снова в кислотной штуковине ну что друзья давайте закончим на эту серию следующую серию наверно построим краба и отправимся в лавовый биом да всем счастливо всем пока и всем удачи и и и и и и и